Уравнение и система уравнений отражается в контрольно-измерительных материалах основного государственного экзамена. В заданиях ОГ встречаются линейные уравнения вида АХ равняется Б. Где мы их можем встретить? Задания можем встретить в номере 9. Квадратные уравнения вида АХ в квадрате плюс БХ плюс С равняется 0 при А не равном 0. Тоже в заданиях номер 9. Би-квадратные уравнения и некоторые уравнения с одной переменной выше второй степени. Это уже посложнее уравнения. Можем встретить их в номере 21. Дробные рациональные уравнения. Системы уравнений с двумя переменами можно встретить и в номере 9 и в номере 21. Рассмотрим первое задание. При каком значении Х значения выражений 7Х минус 2 и 3Х плюс 6 равны? Приравняем выражение и решим полученное уравнение. Сведем его к линейному. Вспомним, что если коэффициент при переменной линейного уравнения АХ равняется Б не равен 0, то оно всегда имеет единственный корень. Если А равно 0, Б не равно 0, то уравнения корней не имеют. Если А равно 0 и Б равно 0, то корнем уравнения является любое число. Наше уравнение мы свели к линейному. 4Х равняется 8. Его корень Х равняется 2. Итак, ответ 2. Рассмотрим следующее задание. Решите уравнение 3Х плюс 5 плюс в скобках Х плюс 5. Все это равняется 1 минус Х и плюс 4. Раскроем сначала скобки. Соберем в левой части уравнения все слагаемые с Х, в правой части без Х. Упростим. Не забудем, что перенося слагаемые с одной части уравнения, мы меняем знак слагаемого. Получаем линейное уравнение 5Х равняется минус 5, откуда Х равняется минус 1. Итак, ответ минус 1. Следующее задание. Решите уравнение Х минус Х двенадцатых равняется 55 двенадцатых. Умножим левую и правую части уравнения на 12. Получаем 12Х минус Х равняется 55. Сводим к линейному 11Х равняется 55, откуда Х равняется 5. Ответ 5. Решите уравнение. Посмотрите, перемножаются две скобки. Первая минус 5Х плюс 3, вторая минус Х плюс 6. Произведение равно нулю. Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. Такое указание идет к заданию. Можно раскрыть скобки и получить квадратное уравнение. Но, если вспомнить, что произведение двух множителей равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из множителей равен нулю, то наше уравнение распадется на два линейных. А их решать проще и быстрее. Первое уравнение. Минус 5Х плюс 3 равняется нулю, откуда Х равняется 0,6. Второе уравнение. Уравнение минус Х плюс 6 равняется нулю, откуда Х равняется 6. Уравнение решили. А как записать ответ? Опять обращаемся к указанию. Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 0,6 и 6. Итак, ответ. Набор следующих знаков. 0,66. Следующее задание. Найдите корни уравнения. 25Х в квадрате минус 1 равняется нулю. Это неполное квадратное уравнение. Оно имеет два корня. Решить не так уж его и сложно. Первый корень 1,5. Второй корень минус 1,5. Запишем в виде десятичных дробей. 0,2 минус 0,2. И как записать ответ? В таких заданиях есть четкое указание. Посмотрим, какие ответы могут записываться к этому заданию. Если указания, если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания, то ответ будет выглядеть набором следующих знаков. Минус 0,2, 0,2. Меняем указания. Если корней несколько, запишите в ответ наименьший. Тогда ответ будет выглядеть минус 0,2. Меняем указания. Если корней несколько, запишите в ответ наибольший. Тогда ответ будет выглядеть 0,2. То есть, какой вывод мы для себя делаем? Внимательно читаем задание. Внимательно читаем условия. Следующее задание. Решите уравнение. Х в квадрате плюс 3х равняется 4. Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. Перенесем все слагаемые в левую часть. Получим квадратное уравнение. Вспомним алгоритм решения квадратного уравнения. Ах в квадрате плюс bх плюс c равняется 0. Первый шаг. Вычислим дискриминант по формуле. d равняется b в квадрате минус 4ac. Если дискриминант меньше 0, то квадратное уравнение не имеет корней. Если дискриминант равен 0, то квадратное уравнение имеет 1 корень. Формула, по которой он находится. Если дискриминант больше 0, то квадратное уравнение имеет 2 корня. Вот формулы, по которым находят корни. Вернемся к нашему уравнению. Дискриминант равен 25. Это больше 0. Значит, есть 2 корня. Находим х. Их это минус 4 и 1. Указания запишите в ответ без пробелов в порядке возрастания. Поэтому ответ выглядит как минус 41. Решим следующее уравнение. х плюс 10, все в скобках в квадрате, равняется 5 минус х, тоже в квадрате. Раскроем скобки в обеих частях уравнения. Приведем подобные слагаемые. Получим уравнение линейное. 30х равняется минус 75. Откуда х равняется минус 2,5. Но есть и другой способ решения этого уравнения. Перенесем все в левую часть. В левой части воспользуемся формулой разности квадратов. Упростим выражение в скобках. Получим тоже уравнение, сводящееся к линейному. Откуда х также минус 2,5. Ответ минус 2,5. Следующее задание. Один из корней уравнения. 3х в квадрате плюс 5х плюс 2m равняется 0, равен минус 1. Найдите второй корень. Подставим известный корень в уравнение. Вот что у нас получится. Это уравнение относительно буквы m. Решим его. Получаем 2m равняется 2, то есть m равняется 1. Найденное значение m можем подставить в исходное уравнение. Получаем обычное квадратное уравнение. 3х в квадрате плюс 5х плюс 2 равняется 0. Решая его по алгоритму, получаем х первое у нас минус 1, х второе минус 2 третьих. Но поскольку минус 1 был уже в условии известен, значит, ответ минус 2 третьих. Это задание 21, то есть оно находится в открытой части. В нем обязательно записывать все свои рассуждения. И ответ в нем может записываться не только целым числом или десятичной дробью. Например, минус 2 третьих. Следующее уравнение. x в четвертой степени минус 5х во второй степени плюс 4 равняется 0. Это биквадратное уравнение. Сделаем замену. x в квадрате обозначим новой буквой y. Получаем уравнение квадратное относительно буквы y. y в квадрате минус 5y плюс 4 равно 0. Его корни, решая, находим 1 и 4. Вернемся к замене. Первое уравнение получаем. x в квадрате равняется 1, откуда x первая 1, x вторая минус 1. Второе уравнение получаем. x в квадрате равняется 4, откуда x третья 2, x четвертая минус 2. Итак, мы нашли 4 корня. Ответ. Минус 2, минус 1, 1 и 2. Порядок записи корней не важен, ведь это открытая часть. Следующее задание. Решите уравнение. x в третьей степени минус 3x в квадрате минус 8x плюс 24 равняется 0. Сведем это уравнение к распадающемуся. Для этого левую часть разложим на множители способами группировки. Получаем произведение двух множителей. Приравняв каждую скобку к нулю, решим полученные уравнения. Итак, первое уравнение x в квадрате минус 8 равняется 0, даст нам 2 корня. Второе уравнение x минус 3 равняется 0, даст нам третий корень. Итак, ответ. Минус 2 корня из 2, 2 корня из 2 и 3. Решим следующее уравнение. x в квадрате минус 25 все в скобках в квадрате плюс x в квадрате плюс 3x минус 10 тоже все в скобках в квадрате равняется 0. Первый порыв – раскрыть скобки. Но раскрывать скобки для решения нерационально. Вспомним. Квадрат любого числа неотрицателен. Сумма двух неотрицательных чисел равна 0, только если они оба равны 0. И первое, и второе число равны 0. Получаем систему уравнений. Из первого уравнения несложно найти, что x равняется 5 или минус 5. Из второго уравнения x равняется 2 или минус 5. Системе удовлетворяет единственное значение – минус 5. Итак, ответ – минус 5. Решим следующее уравнение. x минус 2 умножается на x минус 3 умножается на x минус 4. И равняется это произведению следующих множителей. x минус 3, x минус 4, x минус 5. Заметим, что в левой и правой частях есть два одинаковых скобочных множителя. Перенесем произведение из правой части в левую и вынесем общие множители за скобку. Получаем распадавший... Получили распадающееся уравнение. Но здесь и устно легко найти его корни. x равняется 3 и x равняется 4. Нельзя в данном случае делить на одинаковые множители в левой и правой части для упрощения. Потеряете корни. Итак, ответ 3 и 4. Следующее задание. x в шестой степени равняется... В скобках 6х минус 5 все это в третьей степени. Что сделать, чтобы решить это уравнение? Излечь кубический корень из обеих частей уравнения. Напомним, что кубический корень из числа всегда существует. Получаем после этого квадратное уравнение. Решаем по алгоритму. Получаем x первое 1, x второе 5. Итак, ответ 1 и 5. Рассмотрим следующее уравнение. Оно уже является дробным рациональным. Сложим дроби в левой части. Исключим числа, обращающие знаменатель дроби в 0. И применим основное свойство пропорции для того, чтобы решить наше полученное выражение. Итак, получили систему. x не равно 4, x не равно 9 и квадратное уравнение 2х в квадрате минус 39х плюс 169 равняется 0. Решениями квадратного уравнения, а также системы, являются числа 6,5 и 13. Значит, ответ 6,5 и 13. Решим систему уравнений. 2х в квадрате плюс 3у в квадрате равняется 11. Второе уравнение. 4х в квадрате плюс 6у в квадрате равняется 11х. Заметим, что если вынести выражение 4х в квадрате плюс 6у в квадрате двойку за скобку, то в скобках получится выражение, стоящее в левой части первого уравнения. А оно по условию равно 11. То есть левая часть нашего второго уравнения равняется 22. Упростим систему, после чего она уже решается не так и сложно. Получаем систему следующего вида. У в квадрате равняется 1, х равняется 2. Корнями первого уравнения системы являются числа 1 и минус 1, откуда получаем решение системы уравнений. 2 минус 1 – первая пара, 2, 1 – вторая пара. Заметим, что решением системы уравнений с двумя переменными является пара значений переменных, обращающая каждое уравнение системы в верное равенство. Поэтому необходимо пару как-то обозначить. На письме мы пару обозначаем скобками. На этом наш урок, ребята, подошел к концу. Сегодня мы повторили тему уравнения и системы уравнений. Надеюсь, урок был для вас полезен. А вашим домашним заданием будет следующее. По учебнику у автора Макарычева повторить теорию со страницы 252.9.262, решить номер 951, ну и, конечно же, не забывайте тренироваться и решать задания ОГЭ номер 9 и 21. Спасибо за внимание. Удачи в подготовке к экзамену. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники. Сегодня мы с вами продолжаем готовиться к основному государственному экзамену по русскому языку. И предлагаю обратить внимание на доску, найти ошибки в словосочетаниях, исправить их и подумать, над какой темой урока мы будем сегодня работать. Итак, словосочетание следующее. Съел кашу, лью воду, веду съемку, забить колье, камышу дороги, много туч. Я надеюсь, что справились с этим заданием. И получается следующее. Съел кашу. В данном слове «съел» пропущен разделительный твердый знак, потому что после приставки перед буквой Е. Лью воду, орфограмма находится в корне, поэтому пишется мягкий знак. Веду съемку, пишем разделительный твердый знак, после приставки С перед гласной Ё. Забить колье, вы видите, что орфограмма находится в окончании, поэтому пишем мягкий знак. Камышу дороги. Камыш – это существительное мужского рода второго склонения, вы знаете, что пишется без мягкого знака. И много туч. На конце слова «туч» также мы не пишем мягкий знак, потому что множественное число. И вы, конечно, скажете, что мы сегодня с вами повторяем употребление разделительного твердого знака и мягкого. Давайте с вами вспомним, в каких частях речи может употребляться мягкий знак. Это, конечно, употребление мягкого знака на конце существительных пост и шипящих, употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных, правописание кратких прилагательных с основой на шипящую, мягкий знак после шипящих в неопределенной форме глагола и во втором лице единственного числа глаголов, и правописание «тся-тся» – мягкий знак в середине числительных, употребление мягкого знака в глаголах повелительного наклонения и мягкий знак после шипящих на конце наречи. Вы спросите, а зачем эту орфограмму нужно повторить? А я вам с уверенностью отвечу, что эти правила понадобятся вам при выполнении пятого задания основного государственного экзамена и, конечно же, при написании изложения и сочинения. А начинаем мы с вами с повторения разделительного мягкого и твердого знаков. Вы помните, что разделительный твердый знак пишется после приставок перед гласными Е, Ё, Ю, Я. Например, подъем, съезд. Также разделительный твердый знак пишется после иноязычных приставок перед теми же самыми буквами. Например, адъютант, инъекция и субъект. И также пишется разделительный твердый знак после числительных двух, трех, четырех. Например, двухъярусный, трехъярусный, четырехъярусный. А вот мягкий знак пишется в корнях, суффиксах и окончаниях перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И. Например, барьер, листья, костью, фортепьяно. И также мягкий знак пишется в иноязычных словах перед буквой О. Бульон, павильон. А сейчас я вам предлагаю выполнить следующее задание. Давайте с вами подумаем, какие буквы будут писаться на месте пропусков. Первое слово «подъезд». Вы помните, что после приставки «под» перед буквой Е пишем разделительный твердый знак. А следующее слово «вьюга» в корне слова «вьюг» пишем мягкий знак. Барьер в корне слова также пишем мягкий знак. А вот в слове «объезд» после приставки «об» перед буквой «е» пишется разделительный твердый знак. И слово «серьезный» пишется с мягким знаком. «Шампиньон» — иностранное слово, вы помните, перед буквой «о» пишем мягкий знак. «Предюбилейный» после приставки перед буквой «ю» пишем разделительный твердый знак. «Конъюктивит» — слово иностранное приставка, иноязычное — «кон», поэтому пишется разделительный твердый знак. И «воробьи» на конце имен существительных в окончаниях мы пишем мягкий знак. Давайте с вами повторим, когда же употребляется мягкий знак и в каких частях речи. И мы с вами с легкостью вспомним, что в именах существительных третьего склонения женского рода мягкий знак пишется. Например, «мышь», «дочь», «печь». Но вы помните, что имена существительные, которые относятся ко второму склонению мужского рода, мягкий знак мы в таких словах не пишем. Например, «камыш», «нож» также не пишется мягкий знак во множественном числе имен существительных. Обратите внимание, «тучь» — женский род, первое склонение, «вельмож» — мужской род, множественное число, поэтому без мягкого знака, и «училищ» — средний род, родительный падеж, множественное число. Напоминаю, что краткие прилагательные всегда пишутся без мягкого знака. Например, «могуч», «хорош», «свеж». А вот на речи, наоборот, на конце мы пишем мягкий знак. Например, «скачь», «наотмашь», «настишь». Но вы должны запомнить три слова исключения. «Ужь», «замуж», «не втерпешь». Обратите внимание, что мягкий знак на конце в этих словах не пишется. Следующая часть речи — это глагол. И мы вспоминаем, что в начальной форме глагола мягкий знак на конце пишем. Например, «беречь», «стеречь». В повелительном наклонении глагола также пишется мягкий знак. «Замажь», «отрежь». И мягкий знак пишется у глагола второго лица, единственного числа. Например, «решаешь», «думаешь» и так далее. И помните, что у частиц всегда на конце пишется мягкий знак. Например, «виш», «биш», «лиш» и «иш». Но, ребята, обращаю ваше внимание на трудные случаи употребления мягкого знака. Существительная «печь» — это имя существительного третьего склонения, поэтому на конце пишем мягкий знак. И инфинитив «печь» также на конце мягкий знак. Обратите внимание на следующий пример. «туш» и «туш». Если «туш» в значении «краска», значит, это имя существительное относится к третьему склонению. Женский род на конце мягкий знак. А вот если «туш» в значении «марш», то это существительное второго склонения мужского рода. И мягкий знак в данном слове не пишется. И глагол «плач». Вы помните, что это инфинитив, мягкий знак пишем. А вот существительное «плач» — это второе склонение мужской род без мягкого знака. Поэтому, ребята, надо обязательно рассматривать данные примеры в контексте. Следующее правило — правописание «тси» и «тся» в глаголах. «Тся» пишется мягкий знак, если в неопределенной форме глагола отвечает на вопрос «что делать», «что сделать». То есть в вопросе есть мягкий знак. Например, писать «что делать» и поинтересоваться «что сделать» пишем с мягким знаком. «Тся» — мягкий знак не пишется в форме глагола, отвечающих на вопрос «что делает», «что сделает». То есть в вопросе нет мягкого знака. Например, пишет «что делает» и поинтересуется «что сделает». Но важно помнить и не путать инфинитив с личными глаголами. Например, не надо бояться. Что делать? В вопросе есть мягкий знак, поэтому и пишется с мягким знаком. И его все боятся. Что делают? В вопросе нет мягкого знака, значит, у глаголя мы мягкий знак не пишем. В подобных случаях для проверки ставим вопрос к слову. И об этом мы с вами не забываем. Вспоминаем, когда же мягкий знак пишется у числительных. И вы помните, что мягкий знак пишется в середине числительных от 50 до 80. Например, 5, 10, 6, 10, 7, 10 и 80. А также мягкий знак пишется в числительных от 500 до 900. Например, 500, 600, 700, 800 и 900. Мягкий знак сохраняется на конце числительных от 5 до 20. 6, 11 и 20. И в числительном 30. А вот мягкий знак не пишется в следующих числительных 15, 16, 17, 18 и 19. Запомним, что мягкий знак никогда не пишется после приставок. Буква мягкий знак не пишется между двумя буквами «Л», например, «АЛЕЯ», «ИНТЕЛЕКТ» и между согласными «ЧК», «ЧН», «НЩА», «РЩЕ». Например, «РАННИЙ», «ВЕНЧИК», «СВАРЩИК», «ВЕРЧУ», «ПЕЧКА», «ПРОЧНЫЙ» и «ПОМОШНИК». Итак, ребята, теоретический материал мы с вами повторили. Обращаемся к практике и предлагаю вам выполнить следующее задание. Перед вами слово «сочетание». Пожалуйста, вставьте пропущенные буквы и попытайтесь объяснить орфограмму. Читаем вместе. Шуршащий камыш. Камыш – существительное мужского рода, второго склонения, поэтому мягкий знак мы в данном слове не пишем. Медведь – неуклюж. Неуклюж – краткое прилагательное, а мы помним, что у кратких прилагательных мягкий знак не пишется. Нефтерпёж – развлечься. Данное слово «нефтерпёж» является наречием, словом-исключением, поэтому мягкий знак мы не пишем. А вот «развлечься» – это глагол, инфинитив, и после «ч» мы вставляем мягкий знак. Дорогая брошь. Брошь – имя существительное, третье восклонение, женского рода, мягкий знак, пишем. Не ищешь встреч, не ищешь глагол второго лица, пишем с мягким знаком. А вот слово «встречь» – это имя существительное, которое стоит во множественном числе, поэтому мягкий знак не пишется. Чай горячий – краткое прилагательное, без мягкого знака. Выйдешь замуж. Выйдешь – глагол второго лица с мягким знаком, а замуж – это наречие и является словом-исключением. Вы помните, что без мягкого знака. Отрежь кусочек. Глагол в повелительном наклонении пишем с мягким знаком. 70 свеч, 70 – числительное, мягкий знак в середине слова, а вот свеч, имя существительное, стоящее во множественном числе, мягкий знак, не требует. Наденешь плащ, наденешь глагол второго лица с мягким знаком, а плащ – это имя существительное мужского рода второго склонения, без мягкого знака. Много луж, много мой, знак не нужен никакой, поэтому без мягкого знака. Помчишься – вскачь. Помчишься – глагол второго лица с мягким знаком и вскачь. Наречие мы помним, это не слово-исключение, поэтому также пишем мягкий знак. Сочный фрукт. Чикачен – без мягкого знака. Надуться, как сыч. Надуться – что сделать? В вопросе есть мягкий знак, поэтому и в слове мы его пишем. А как сыч – сыч без мягкого знака, потому что мужской род – второе склонение. Итак, ребята, а теперь познакомимся, как выглядит пятое задание – орфографический практикум на экзамене. Орфографический, то есть анализ слова. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. И работаем постепенно. Первое. Слово «устал от неудач». В форме множественного числа имени существительного третьего склонения после шипящего буква мягкий знак не пишется. Совершенно верно, буква-то мягкий знак не пишется, но это существительное, стоящее во множественном числе, но первого склонения, потому что неудача. Ответ не подходит нам. Созревшая рожь. В именах существительных первого склонения после шипящего буква мягкий знак пишется. Конечно, мягкий знак мы пишем, потому что это имя существительное, которое относится к третьему склонению, но никак не к первому. Внимательно нужно читать формулировку предложенного задания. Усыпано сплошь. На конце наречий после шипящих буква мягкий знак пишется. Совершенно верно. И третью цифру мы с вами обязательно выпишем. Четвертое. Кофе горяч. На конце кратких прилагательных после шипящего буква мягкий знак не пишется. Верно. Горяч. Каков? Краткая прилагательная. Мягкий знак у кратких прилагательных мы не пишем. Также этот вариант ответа нам подходит. Последнее слово «разъяснить». Буква разделительный твердый знак пишется в корне слова для обозначения твердости предшествующего согласного звука. Да, в этом слове пишется разделительный твердый знак после приставки перед буквой «я». И получается наш ответ такой 3 и 4. А вот следующее задание я вам предлагаю выполнить самостоятельно. Вы укажете варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. И запишите номера этих ответов. Ребята, будьте внимательны, читайте задание, которое вам предложено. Давайте с вами проверим, что получилось. И ответ 1, 3 и 4. Я вам желаю удачи на экзамене, а сейчас мы приходим к домашнему заданию. Дома вы должны будете повторить теоретический материал, который я уверена, что вы знаете на все 100%, и выполнить упражнение. Оно перед вами. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте. Тема урока «Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов». Сегодня мы узнаем о нормах, которые принято называть международным гуманитарным правом. Кем и когда они были приняты, в чем особенности и значение международного гуманитарного права. За последние 5 тысяч лет, как подсчитали ученые, было около 14 тысяч войн, в которых погибло примерно 5 миллиардов человек. В 20 веке в двух мировых войнах погибло более 70 миллионов человек. Знаменитая картина великого художника Пикассо Герника отражает чувство ужаса, вызванного атакой фашистскими бомбардировщиками испанского города, уничтожившего все его население. История дает немало примеров мучительной смерти раненых, оставшихся без помощи на поле боя, пыток и расстрелов военнопленных, грабежей мирного населения, страданий женщин, детей и стариков от голода и холода вследствие разрушений предприятий, снабжающих пищей, теплом и энергией. Но также история знает другие положительные примеры. При раскопках в Древнем Египте был найден документ, в котором была запись «Накорми противника своего». Во второй половине XIX века идея защиты человека от произвола военного времени оформилась в отдельную ветвь международного права – международное гуманитарное право, имеющее наднациональный характер. Основные положения этого права обязательны для выполнения всеми странами. Сегодня избавить грядущие поколения от бедствий войны призвана Организация Объединенных Наций. И во второй половине XX века произошли десятки вооруженных конфликтов между государствами и внутри государств. И их жертвами стали не только военные. На каждого убитого военного приходится по 10 погибших гражданских лиц. Но война есть война. Солдаты одной армии убивают своих противников. Но можно ли защитить тех, кто не воюет или уже не может воевать? Рассмотрим, какие шаги были предприняты в этом направлении. В 1860 году был основан Международный комитет Красного Креста, задача которого – оказание помощи раненым во время военных конфликтов. В 1864 году была принята Женевская конвенция об улучшении участи раненых на поле боя. В 1899 и 1907 годах – Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны. В 1949 год – Женевская конвенция о защите жертв войны. Эти международные документы содержат правовые нормы, которые принято называть международным гуманитарным правом. Международное гуманитарное право – это совокупность норм, основанных на принципах гуманности и направленных на ограничение средств и методов ведения войны и на защиту жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право охватывает две области. С одной стороны, оно предоставляет защиту лицам, не принимающим непосредственного участия или прекратившим принимать участие в военных действиях. С другой стороны, оно ограничивает средства и методы ведения войны. Международное гуманитарное право запрещает любые средства и методы ведения войны, которые не позволяют проводить различия между теми, кто не участвует в военных действиях, и теми, кто принимает в них участие. Причиняют излишние повреждения и страдания, наносят серьезный или долговременный ущерб природной среде. Международное гуманитарное право принято защищать жертв войны. Кто они – жертвы вооруженных конфликтов? Это раненые и больные в действующих армиях, потерпевшие кораблекрушения, военнопленные и, конечно, гражданское население. Под защитой гуманитарного права находятся лица, переставшие принимать участие в военных действиях. Это раненые, больные, военнопленные и потерпевшие кораблекрушения. И лица, не принимавшие участие в военных действиях – это, прежде всего, гражданское население, духовный персонал и медицинский персонал. Какие же действия обеспечивают защиту раненых и больных во время вооруженных конфликтов? Нужно разыскать, подобрать, оградить от ограбления и плохого обращения. Нужно оказать первую медицинскую помощь. Необходимо транспортировать в безопасное место, обеспечить медицинскую помощь и уход. Давайте познакомимся с основными требованиями международного гуманитарного права по защите раненых и больных из состава действующих армий. Первое. Подбирайте их, помогайте им, оказывайте необходимую помощь, передавайте их командующему или ближайшему медпосту. Относитесь с уважением к медперсоналу, к медицинским запасам и снаряжению. Требования по защите раненых, больных и потерпевших кораблекрушения из состава вооруженных сил на море. Первое. Возьмите под свою защиту раненых, больных и потерпевших крушения. Разыскивайте и подбирайте их после каждого боя. Возьмите под защиту гражданские плавсредства, занимающиеся спасением раненых и потерпевших крушения. Относитесь с уважением к транспорту с эмблемом Красного Креста и Красного Полумесяца. Требования по защите военно-пленных. Щадите их, разоружайте их, передайте их своему командиру, обращайтесь с ними гуманно. О попавших в плен нужно сообщить их родственникам. Требования по защите лиц из числа гражданского населения, находящегося во власти противника. Относитесь к ним с уважением. Обращайтесь гуманно к тем, кто в вашей власти. Не допускайте плохого обращения с ними. Взятие в заложники запрещается. Не причиняйте ущерб собственности гражданского населения. Международное право содержит понятие военное преступление. Военное преступление – это применение запрещенных международными соглашениями средств и методов ведения войны. К запрещенным методам ведения боевых действий относятся вероломное убийство или ранение гражданских лиц, атаки незащищенных населенных пунктов, террор против мирного населения, в том числе использование голода, взятие заложников, убийство сложивших оружие солдат противника, разрушение объектов жизнеобеспечения населения, разрушение памятников культуры и религиозных объектов, приказ не оставлять никого в живых, использование не по назначению международных эмблем, принуждение граждан противника участвовать в боевых действиях против их страны, нападение на объекты, обозначенные эмблемой Красного Креста и Красного Полумесяца. Каковы же особенности и значения международного гуманитарного права? Международное гуманитарное право отражает гуманистическую традицию, которая наиболее полно воплотилась в международной хартии прав человека. Оно регулирует отношения между государством и гражданами государства противника. Международное гуманитарное право стремится ограничить бедствия, вызываемые войной, и наряду с нормами, устанавливающие абсолютные запреты, оно включает в себя нормы, которые лишь ограничивают некоторые действия рамками, обусловленными абсолютной военной необходимостью. Итак, подведем итог. Международное гуманитарное право – это совокупность международных норм, составляющих так называемые правила ведения войны или законы и обычаи войны, регулирующие отношения между воюющими государствами, а также между ними с одной стороны и нейтральными с другой, имеющие своим назначением гуманизацию средств и методов ведения войны. Для закрепления сегодняшнего материала я предлагаю вам выполнить домашнее задание. Изучите параграф 22 учебника общества знания 9 класс Боголюбова. Выпишите и выучите основные понятия и термины. Выполните задание рубрики в классе и дома. Желаю успеха. До свидания. Здравствуйте, ребята. Рада вас приветствовать на уроке физики. На прошлом уроке мы с вами познакомились с ядерными реакциями. И сегодня я предлагаю вам закрепить ваши знания посредством решения задач по теме ядерной и термоядерной реакции. Напомню, что ядерной реакцией называют взаимодействие частицы или атомного ядра с другим атомным ядром, приводящее к превращению этого ядра в новое ядро. И первую задачу я предлагаю вам решить в следующем. Определите недостающие обозначения в следующей ядерной реакции. На ядро плутония у нас налетает альфа-частица или гелий, образуется какая-то неизвестная частица и нейтрон. Для того, чтобы найти эту неизвестную частицу, нам необходимо непосредственно вспомнить закон сохранения массового и зарядового числа. Напомню, что сумма массовых чисел в левой части должна быть равна сумме массовых чисел в правой части. То же самое касается и зарядового числа. Сумма зарядовых чисел в левой части должна быть равна сумме зарядовых чисел в правой части. Теперь мы непосредственно приступаем к решению задания. Для этого нам необходимо найти массовое число неизвестного элемента. Чтобы это сделать, нам необходимо просуммировать массовые числа с левой части и отнять известное число с правой части. То есть у нас получается 239 плюс 4 минус 1, и мы получаем 242. То же самое мы с вами проделываем и непосредственно для зарядового числа. То есть сумму с левой части зарядовых чисел мы отнимаем известное число с правой части. И у нас получается 94 плюс 2 минус 0, и получается у нас 96. Итак, мы с вами получили некий химический элемент с массовым числом 242 и зарядовым числом 96. Для этого мы далее мы с вами непосредственно должны определить химический элемент. Чтобы это сделать, нам необходимо вспомнить о том, что у нас зарядовое число показывает не только заряд, но и порядковый номер. Для этого мы должны воспользоваться периодической таблицей Менделеева. Смотрим, ищем по этой таблице химический элемент под номером 96. Это у нас кюри. В ответе мы записываем кюри с массовым числом 242 и зарядовым числом 96. Следующая задача у нас такова. При столкновении атомных ядер изотопов водорода дейтерия и трития произошла ядерная реакция, и образовались ядро изотопа елия и какая-то частица х. Какая это частица? Чему равны массовое число и зарядовое число этой частицы? Мы с вами решаем данную задачу по тому же принципу, как и предыдущую. Первое, что нам необходимо, это мы опять-таки вспоминаем закон сохранения при ядерных реакциях. И записываем по условию задания реакцию. То есть дейтерий плюс тритий у нас получается ядро гелия и неизвестная частица, которую мы сейчас с вами будем находить. Возвращаемся к законам. Для того, чтобы найти массовое число неизвестной частицы, нам необходимо просуммировать сумму с левой части и отнять непосредственно известное массовое число с правой части. И в итоге у нас получается один. Для того, чтобы найти зарядовое число, мы делаем то же самое. И в итоге у нас получается ноль. Таким образом, мы с вами получили элемент с массовым числом один и зарядовым числом ноль. Искомая частица нейтрон. И записали это в ответе. Дальше нам необходимо непосредственно вспомнить, что же такое энергия связи. Энергия связи — это минимальная энергия, необходимая для полного расщепления ядра на отдельные нуклоны. Энергия связи в международной системе единиц измеряется в джоулях. Но также вне системной единицы является мегаэлектрон вольт. И вот для того, чтобы рассчитать энергию связи в мегаэлектрон вольтах, нам необходимо это сделать, мы можем сделать это двумя способами. Первым формулу для расчета энергии — подставить значение всех масс в килограммах. Значение связи получить сначала в джоулях, а потом разделить на элементарный заряд. И вторым способом формулу для расчета дефекта массы — подставить значение всех масс в атомных единицах массы. Значение дефекта массы получить также в атомных единицах массы, а затем умножить на коэффициент 931,5. Так, ну что, приступаем с вами к решению задач. Вычислите энергию связи ядра изотопа лития, если масса ядра равна 9,9855 умноженное на 10 минус 27 степени килограмм. Далее, как вы знаете, мы с вами записываем условия. Нам известно непосредственно изотоп лития, вот мы его записываем. Также по условию нам известна масса ядра, перенесли ее в Дону. И нам необходимы будут следующие табличные величины. Это масса протона и масса нейтрона. Вы это можете найти в таблицах в учебнике. А также мы с вами, зная наш химический элемент, мы можем найти число протонов и число нейтронов. Ну и понятное дело, что для того, что мы находим, мы находим энергию связи. Записываем в найти. Теперь решение. Для того, чтобы найти и определить энергию связи, нам необходимо вспомнить формулу. У нас существует две формулы для энергии связи. Первая формула это у нас дельта М умноженная на С квадрат. Благодаря этой формуле мы с вами получим энергию связи в джоулях. И вторая формула это 931,5 умноженная на дельта М. Вот благодаря вот этой формуле мы получим с вами как раз таки энергии в мегаэлектронвольтах. Дельта М. Что же это такое? Напомню, дельта М это дефект массы ядра. Находится он по следующей формуле. Z, то есть число протонов умноженное на массу нейтрона, плюс число нейтронов умноженное на массу нейтрона, минус масса ядра. Далее вы видите, здесь приведено непосредственно перерасчет массы ядра из килограмм в атомные единицы массы. Для чего это сделано? Для того, чтобы мы с вами, у нас непосредственно все массы были приведены к единым единицам измерения. Так нам будет проще. И мы получаем следующее. То есть массу ядра мы должны разделить на 1,6610-27 степени и получили вот ответ. Итак, мы перевели данную массу ядра и записали в систему C. Теперь, когда у нас все единицы измерения приведены непосредственно к одной величине, мы с вами можем решить, поставить формулу эти данные для дефекта масс. Подставляем и выполняем математические операции. Получили ответ. Мы видим о том, что у нас данный дефект массы, он положительный, то есть больше нуля. Следовательно, энергия наша выделяется. Также, для того, чтобы найти непосредственно энергию связи, мы пользуемся формулой 931,5 умножаем на то полученное значение, которое мы с вами получили в предыдущем действии. И получили ответ 30,29 мегаэлектрон вольт. Задача решена. Записываем ответ. Значит, предлагаю вашему вниманию последнюю задачу на сегодня. Это вычислить энергетический выход ядерной реакции, используя данные таблицы. Ядерная реакция у вас приведена на экране. Таблица была взята из учебника. Хочу обратить ваше внимание на то, что у нас в ядерной реакции присутствует гамма-излучение, гамма-частица. Гамма-излучение, оно не сопровождается изменением заряда. Масса ядра меняется ничтожно мало. И, соответственно, мы при расчете энергетического выхода вот эту вот гамма-частицу использовать не будем. Прежде чем приступим к решению, вспомним немножко теории. Энергетический выход ядерной реакции – это разность энергии покоя ядер частиц до и после реакции. Если у нас энергия будет больше нуля, то есть она положительная, то энергия будет выделяться. Если меньше, отрицательная, значит она поглощается. Для вычисления энергетического выхода ядерной реакции нам необходимо первое – это найти дефект массы ядра, вычислить также энергетический выход в джоулях по приведенным формулам или в мегаэлектрон-вольтах. Итак, теорию мы с вами повторили и непосредственно приступаем к самому решению. Для того, чтобы найти энергетический выход реакции, нужно найти дефект массы ядра. Дефект массы ядра мы с вами находим, опять-таки вспоминая закон сохранения. У нас массы химических элементов, которые вступили до реакции, мы отнимаем продукт реакции. Массы у нас приведены еще раз в таблице. Мы берем оттуда данные. Ребята, внимательно просматривайте только непосредственно химические элементы, потому что можете запутаться. И подставляем численные значения. Подставили – получили ответ. Кстати, хочу вам сказать о том, что не стоит пугаться вот таких вот больших чисел или маленьких чисел. Вы решаете верно, только нужно самое главное – внимательно все подставить и все записать. Теперь мы с вами приступаем к нахождению выхода ядерной реакции. Формула нам известна уже. Мы подставляем дефект массы, перемножаем на коэффициент 931,5, и мы получаем с вами приблизительно 5,5 мегаэлектрон вольт. Ребята, таким образом мы с вами уже подошли к завершению нашего урока, и я хочу, чтобы вы записали домашнее задание. Используем мы здесь учебник Кабардина. Параграф 26, решить на странице 119, номера 26.2, 26.4, пункты 2, 4. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!